World of Tanks — это уникальный танковый экшен, в котором классический геймплей и узнаваемый дизайн переплетаются с передовой графикой, способные выдавать самую реалистичную картинку. Танковые баталии еще никогда не смотрелись и не звучали настолько ярко и достоверно, как здесь. Ослепительные взрывы, поднимающие клубы дыма и пламени, громогласный рев двигателей и скрежет раскаленного металла. Только здесь вы узнаете, что такое по-настоящему брутальный геймплей и взрывные победы. А новички по ссылке получают 400 тысяч кредитов, быстренький танк Т2ЛТ и неделю премиум-эккаунта. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Киновселенная Марвел — лакомый кусок для всех актеров. Забавно, но есть ребята, которые по своей воле отказывают Кевину Файге. Одним из таких является Киану Ривз. Здесь и сейчас мы поясним, как и когда бог нашего мира может показать себя в киновселенной. Спойлер — речь, само собой, идет о Росомахе. Ну а бонусом мы расскажем о том, как этот самый Росомаха может появиться в следующем фильме о Человеке-пауке. А на какой роли вы видите Киану в киновселенной? Оставляйте мнение в комментариях, а мы начинаем. И поговорим о забавном интервью Кевина Файге. В этом году после перерыва Марвел вернется на Комик-кон в Сан-Диего. Он состоится с 18 по 21 июля. Там нас ждут первые скромные анонсы о будущем киновселенной, включая новые фильмы и актеров. Ну а позже, в августе, прогремит выставка от Дисней под названием «Ди-23». С 23 по 25 августа нас накроет вторая и самая мощная волна анонсов. В течение пары месяцев Файге раскроет расписание киновселенной на четвертую фазу, а заодно и актеров, которые должны не подкачать. Ведь речь идет о Марвел без Роберта Дауни-младшего. В связи с этим Кевину и был задан вопрос о том, когда мы уже полюбуемся на Киану Ривза в качестве супергероя. Файге оказался поразительно честен. Продюсер заявил, что они связываются с Киану чуть ли не к каждой премьере. Ривзу предлагают роли, но ребята никак не могут прийти к общему знаменателю. Кевин говорит, что Киану невероятен, и они очень тщательно подбирают ему возможную роль. Оно и понятно, мало кто бы обрадовался, сыграя Ривз Йон Рогга в «Капитане Марвел». Забавно, что схожая ситуация, по словам Файги, была и с Джейком Джилленхолом. С ним также связывались чуть ли не к каждому фильму, и по итогам долгих переговоров выбрали Мистерио. По словам зрителей, Джейк сидит в образе как родной, так что ожидание того стоило. Таким образом, Кевин намекнул, что и с Киану в будущем произойдет то же самое. И пока мы не ударились в предсказания, дополним. Все там же Файги никак не опроверг участие в фильме о вечных «Милли Бобби Браун». Звезда очень странных дел сейчас на расхват. Также давно ходят слухи о кастинге Донни Йена на роль Шан-Чи. По поводу обоих актеров Кевин сохранил молчание и попросил подождать официальных анонсов. Учитывая, что никто из парочки не опровергал свое участие в киновселенной, факт кастинга можно считать свершившимся. Ну а подробностями нас сосчастливит либо Сан-Диего, либо выставка Ди-23. Теперь вернемся к Ривзу. Сам факт его многочисленных переговоров с Марвел подтвержден Кевином Файги. Учитывая, что их было несколько, дело только в выборе персонажа. А если кто забыл, Киану абсолютно четко и честно говорил о роли своей мечты. В интервью порталу BuzzFeed актеру был задан вопрос о выборе супергероя для экранизации. И Киану тут же ответил, что с детства хотел бы сыграть Росомаху. Учитывая, что после ухода Хью Джекмана роль свободна, а Марвел как раз ломает голову над тем, кто может его заменить, звезды сходятся. Действительно, Ривз один из двух актеров, кого фанаты примут после Джекмана. Второй – Роберт Дауни-младший. И здесь многие совершают первую ошибку, ссылаясь на того же Хью. Джекман повесил когти на гвоздь в 49 лет, сославшись на физическую усталость. По его словам, играть Логана тяжело, и набирать массу он уже не может, ибо стар. Мы не раз поднимали этот вопрос и не устанем повторять, это лишь вежливая отговорка. Амбиции Хью никогда не ограничивались кино, сейчас он шоумен и колесит по всему миру с музыкальным проектом. Плюс Джекман исполнял Росомаху 17 лет и банально устал от ассоциаций с одним и тем же персонажем. Мы ни в коем случае его не виним. Мы лишь просим не забывать, в какую гору мяса превратил себя Джош Бролин для роли Кейбла. А он, на секундочку, ровесник Хью. Дуэйну Джонсону 47, и хоть кто-то на планете даст ему столько? Да, в графе возраста Киану числится цифра 54. Но если что, Тому Крузу, например, 56, и если кто не в курсе, все трюки для невыполнимой миссии он исполнял самостоятельно. Как и сам Киану для Джона Уика. Видео с его обучением боевым искусством и стрельбе стали виральными. Даже 60 лет не помеха для современных актеров. Посмотрите неудержимых и убедитесь в этом лично. Ну а бонусом напомним, что современные фильмы о супергероях имеют больше общего с мультфильмами, чем с кино. 23 из 24 кадров в «Мстители 4» были сняты с помощью компьютерной графики. Том Холланд вообще носил костюм только в снах, а на съемках рассекал в экипировке захвата движений. Снимать Джона Уика для Ривза было в 50 раз сложнее, чем работа на «Двойной бесконечности» для любого актера Марвел. По большому счету, киновселенная требует только лицо, а тело сыграть может кто угодно. И разве мы будем против, если Киану на экране сделают самую малость более накаченным? За примерами далеко ходить не нужно. Это делали с Захарей Леваем для «Шазама», а голову Бена Аффлека просто насаживали на тело бодибилдера для сцен без футболки. Поставим жирную точку в вопросе возраста Ривза очередным напоминанием о том, что он в принципе не стареет. Как и Джаред Ле, Киану остается неизменен и вполне может сыграть Росомаху. Стыкуется ли это с точки зрения сюжета? Конечно, ведь по словам Кевина Файги, студия находится лишь в начале пути по адаптации «Мутантов» и, возможно, все. Никто еще не определялся ни с возрастом, ни с конкретной историей. А учитывая, как омолодили Сэма Джексона для Капитана Марвел, Киану может сыграть хоть 18-летнюю версию персонажа. Тем более, что опыт у него есть. Ривз уже работал с создателями игры «Киберпанк». Здесь ситуация будет такой же. А если послушать слухи, то еще веселее. Помните, как перед выходом «Возвращение домой» Кевин Файги сравнил их планы на «Паучка» с Гарри Поттером? Тогда мы ломали голову, что это значит. А ребята из «We Go Discovered» дали ответ. По их словам, Марвел планирует сразу 10 фильмов с Томом Холландом. Три полноценные трилогии. Первая расскажет об учебе «Паучка» в школе. Вторая поведает о колледже. Ну а третья – о взрослой жизни. Учитывая, как идеально это стыкуется со словами Файги, в данные охотно верится. Тем более, что Холланд еще молод и готов играть Паркера до гроба. И теперь настало время изюминки. Все тот же источник из Марвел заявляет, что в финальной трилогии, а может и раньше, планируется кроссовер «Паучка» с «Росомахой» и «Дэдпулом». Паркера и Уэйда Уилсона связывает многое, начиная от совместных комиксов и заканчивая артами подозрительной направленности. Но и с «Росомахой» у Питера не меньше связей. Вспомнить только, как Логан кадрил Мэри Джейн. В комиксах персонажи виделись часто, и темап Тома Холланда, Райана Рейнольдса и «Росомахи» выглядит достойной заменой Крису Эвансу с Робертом Дауни-младшим. Здесь есть небольшая проблема. Если Марвел сохранит темп выхода «Паучков» раз в два года, шестой фильм нас ждет лишь через восемь лет. Но, с другой стороны, никто не мешает выпускать «Дэдпулу» и «Росомахе» свои проекты параллельно. Да и кроссовер, ребят, можно устроить гораздо раньше. В особенности, если Ривз получит роль. «Дэдпул 3» в разработке уже сейчас, и показать нового Логана с небольшим камео не будет проблемой. Как и запихнуть всю парочку в сцену после титров следующего «Паучка». Вся эта история звучит утопично и абсолютно реалистично. Дело лишь в том, смогут ли Ривз и Файги договориться. А если нет альтернативных вариантов, хоть отбавляй. Возьмем хотя бы Адама Уорлока. В «Стражах Галактики 2» нам не демонстрировали актера, а третий фильм пережил множество задержек. Полноценная работа начнется лишь после завершения «Отряда самоубийц 2», так что загробастать Ривза на роль Уорлока ничто не мешает. Персонаж потягается в силе с Таносом, связан с Камнями Бесконечности и является достойным вариантом для Киану. Из других можно отметить «Лунного рыцаря». Снять его хотел еще Джеймс Ганн. Для тех, кто пропустил наши прошлые видео, это Бэтмен по версии Марвел. Бывший боксер, морпех и мастер любых видов оружия. Фактически, «Лунный рыцарь» — это Джон Уик. Только он еще усиливается лунной, обретая астральное зрение и суперсилы. Киану здесь будет как у себя дома. Так же, как на ролях Крейвена, Гамбита, Серебряного серфера или даже Немора. Но наш выбор — это потусторонний. Относительно новый персонаж комиксов Марвел стал невероятно популярен. Это своеобразный бог с той лишь разницей, что потусторонний сильнее бога. Он может менять реальность так, как ему вздумается, и даже убить саму смерть при желании. Именно потусторонний забавы ради склеил кусочки различных планет и устроил глобальную драку между героями разных цивилизаций. Кроссовер получил название «Секретные войны», и его будущая адаптация давно предвкушается фанатами. Да и в конце концов, кого еще сыграть Ривзу, как не парня, который даже сильнее бога? Что-то подсказывает, что итог дискотеки мы узнаем совсем скоро. Все-таки не часто Кевин Файги прямо упоминает имена актеров в интервью. А сам Киану с радостью отгребет мешок денег из Марвел, чтобы потратить их на какую-нибудь благотворительность. Ведь за это мы его и любим. А также горячо ждем прихода в киновселенную. На планете не так много актеров, которые могут сравняться с Робертом Дауни-младшим в сердцах фанатов. Киану из их числа. Не забываем отметиться лайком в поддержку «Гения». И до новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин